Кандидатов не только там на чемпионат мира, а именно на Олимпийские игры. Но вот сегодня посмотрим Кертиса Сэнфорда. Свой первый матч он провел великолепно, когда Локомотив одержал победу над СКА из Санкт-Петербурга. Посмотрим, как будет сегодня. Пятерку команды гостей. Второе звено. Юрий Петров, 26. Александр Черник. На 72-ое. Артем Лукоянов, 89. Кирилл Петров по 90 номерам. Вот такие в последнее время счета у ярославцев. И вообще в нынешнем чемпионате вот еще один опасный момент. Которые вот преодолели эту отметку 10 набранных очков или достигли. Явно побольше. Ну не знаю, уже бросок ли это был. Но скорее всего именно бросок. Шести минут до конца первого периода. Ну, наверное, не самый зрелищный хоккей. Но вот я смотрю, последнее время. Вот сейчас был шанс еще. Акбарсток потихонечку инициативу подбирает собственные руки. И шайбу перевели в зону Сэнфорда. И первое звено неплохой атаку провела. Ну и вот сейчас был отлично шанс. Яковлево. Он успел накрыть. Песаин. С передачи, да. На пустые ворота. Поконтролирует в собственной зоне. И в итоге сирена. Так, кто тут? Анисимов с кем? С Кулешов. Обменялись любезностями словесными. Ну так, чуть-чуть. Подтягались. Даже это и, что называется, рвать жилы. И там добывать три очка. Нет! Вот передача сейчас была опасна у ворот Константина Барулина. Ярославский локомотив Хейкеля. Первый сезон континентальный хоккей-долюбин. Да, вот. Похожая модель. Сезона. Две победы мировой серии. Поменялся состав почти полностью. Система осталась. Это приносит титул. 1-0. Ярославль открывает счет. Посмотреть хочется повторить. Но мне показалось, что первое впечатление, может быть, не очень удачно сыграл Константин Барулин. Добро шайбу в зону. Борьба. Борьба у лицевого борт. Вроде бы не оба. И доставка на пятак, да. Я даже намеки и попытки обвинить Константина Барулина. Снимаю на 100%. Суббойнейшей позиции бросок. И хороший бросок получился неудобно. Не успел сложить щитки Барулин. Может получиться неплохая атака. Петров! И передача именно на скачку. Мог и сам бросать. Мог и делал перед рюшком. Ну, это отличается от классной команды. На гостевые игры. Потому что, ну, на домашнее настраивать не надо. Вот и гол. Вот и гол. 1-1. Акбар сравнивает счет. Наброс на ворота. Борьба на пятаке. Давайте посмотрим. И Манилшам шайбу бросил. Бросок. Медведев. Да, и шайба уже оказалась за спиной. Канадского голкипера. И там проблем не было совершенно никаких. Нашел шайбу, да. Более расторопный был на пятаке. Здесь тот случай, когда защитнику ярославцев можно было фалить. И тело в ворота Барулина. Середина третьего периода. Ярославль в атаке. Бросок. Барулин. И отличная передача. Выход 1-0. Сенфорд. И здесь не будет нарушения. Нет, не будет. Казалось бы, отличную смену играл Ярославль. Какая передача. И Алексей Морозов. Здорово Сенфорд сыграл. Здорово сейчас. Стоял до конца и не поддавался. Матч. Сколько они бросков принимают на себя. Помогает. Вот сегодня Стэнфорд у... Ну, это и казалось. Ой, как сейчас повезло-то. Он пригодится ярославской молодежи. Он и в раздевалке. И порядочный парень. И лидеры. Хорошая диагональ. Там на свободное место. Морозов. Штабу сохраняет Алексей Морозов. Захарчук. Мы вспомним Казанцев там. Ой-ой-ой-ой. Добивание. Нет. Уже угол был отрицательный. Так. А сейчас не две ли минуты. Супер шанс. Супер шанс сейчас был. Давайте вот ой, с этой камеры. Взлёта, да. Прыгала шайба. Тяжело было попасть. Ну, она добавила в себя и хороший исполнитель. Хороший перевод. Корнеев. Не просто было сейчас Сэнфорд, но потому как он не видел шайбу там перед ним. О, какая передача Сэнфорд. Ну, блестяще Сэнфорд играет в двух эпизодах. И ещё один опаснейший момент. Жарко сейчас у ворота Ярославля. Бросок в упор. Какой-то четвёртый или пятый бросок. И не даётся выбросить шайбу. Ещё один бросок. Штанга. Вау. Блестящий отрезок в исполнении Звена Морозова. В какой-то степени сейчас и подвёл свою команду. И очень непросто пришлось его партнёрам. Калюжный. Здорово. Здорово. И передача на партнёра. Обратный пас. И ещё один опаснейший момент. И продолжается атака Ярославля. Плотников. Бросает, попадает защитника. Обороне. Что команды системные. Команда любит контролировать шайбу. Да верного доводить. Не стоит забывать, какие вратари. У тех и других. Да, Медведь набрасывал. Уходит от силового приёма Апальков. Гол! Гол! Шайба в ворота. Даниила Апальков. 2-1. Угол был. Ну как минимум нулевой. Если отрицательный. Бросал. Плюжую позицию занял. Да, и шайба проскочила за спину. Хочу отметить Анисиму. Захарчук в углу. Хотел применить слишком жёсткий приём. Он ушёл от него. И проиграл тем самым Захарчук позицию. Позволил вылезти Анисиму на ударную позицию. Ну сколько тут? Несколько секунд остаётся. Морозов набрасывает на пятак. И звучит сирена. В очередной раз мы получаем доказательство, что вот на данный момент лучшая команда выездных матчей. Локомотив Ярославль.